Итак, я перезагрузился, сейчас я нахожусь на жестком диске. И мы поисследуем с вами операционную систему Зорин. Поглядим. Одну могу сказать, что это одна из веточек УБУНТЫ, поэтому в ней большинство программ, по идее, должны ставиться нормально. Ну, я всегда люблю смотреть, как система расходует свои системные ресурсы. Ну, тоже выведем его пока на рабочий стол, на всякий случай. Получается такая вот красивая оконочка, по которой очень удобно следить за системными процессами. Вот центральный процессор, у меня сейчас занят на 18%, но 16% учтите, у меня занимает программа для записи с экрана. И оперативка, значит, на 26%, но 8% от нее отнимает также программа записи с экрана. То есть, в принципе, пока что системные ресурсы, скажем так, расходуются экономно. Поглядим дальше. Я, значит, люблю, чтобы панельки были гибкими, и чтобы можно было их по своему усмотрению перемещать. Вот посмотрим параметры панели. 35 пикселов меня устраивает. Ориентация. Вот ориентацию я хочу сделать сверху. Нормально. Итак, программу мы поставили. Единственное, я вот галочкой еще отметил, что нужно поставить архиватор RAR. Применим изменения. Посмотрим, что тут получится. Ну вот. Так. Теперь будем ставить мою, так сказать, горячо любимую программу, которая повышает надежность операционной системы, на которую она ставится в десятки, то есть в сотни раз. Эта программа, как понимаете, называется SystemBug. У меня по ней сделана масса видеоуроков, и на моем блоге, и везде. А сейчас найдем терминал, стандартный терминал. Давайте-ка ее поставим. Программа архиважная. Пароль заведем в User. Enter. Заведем вторую команду. Ну и заведем третью команду. Собственно говоря, установки самой программы. Yes. Производит установку. Ищет вот операционные системы тут, которые там установлены у меня. У меня их много на жестком диске. Бегут сообщения, что там она нашла. Здесь нужно подождать немного. Напишем. Если я... Ага. Ну, напишем. Синаптик. Вот он, голубчик. Вот я его хочу. Ирлычок на рабочем столе. И запустить. Здесь мы ему заведем пароль User. А вот здесь сразу посмотрим версию Каспера. Ну, а всем все понятно, да? Вот стоит версия, которая с программой SystemBug ни в какую дружить не хочет. Поэтому, значит... Укажем его версию. А версию укажем вот эту. Применим. То есть мы сразу меняем версию Каспера с неработающей 1.340.2 на работающую. Вот она. Мало того, мы сейчас пойдем ее и заблокируем. Чтобы не было больше никаких, как говорится, поползновений. Дальше. Теперь нам нужно будет запустить SystemBug. Вот она красавица. Добавим ярлык на рабочий стол. А ну-ка, можно ли с рабочего стола ее перетащить вот сюда? Нет, ни в какую не хочет. Ну, ладно. Опять-таки, с этим мы уже сталкивались на русском языке. Получается, кракозябры. Поэтому первым делом, что мы делаем? Мы бежим вот сюда, в настройки. И меняем язык на английский. А здесь создать образ автоматически. Вот таким вот образом. Закрываем. Нужен рестарт программы, чтобы появилась менюшка на английском языке. User. Вот теперь все нормально. Как говорится, все приведено в рабочее состояние. И займемся, скажем так, дальнейшими настройками. Что здесь? Ну, изменим фон рабочего стола. Потому что на более темном фоне хорошо видна системная информация. Так даже так. Какая разница? Хороша видна системная информация. Вот как используется центральный процессор, оперативная память. Вот у меня видно, что 20 гигабайт на жестком диске. И 11 свободно. Скользко по интернету, значит, там что берется, что дается. Ну, в принципе, все нормально, все устраивает. Версия Zorin OS. Версию я выбрал мне 10, 9, которая поддерживается только до 2016 года, до января. Выбрал 9, которая поддерживается до 2019 года. Ну, ядрышко, правда, старенькое. Ну, собственно говоря, нам как-то все это дело по барабану. Систем баг поставлен. Систем баг поставлен. Скрин рекордер поставлен. Чери 3 поставлен. Поставим загрузчики операционных систем. Так, у нас тихо и мирно наш, значит, терминальчик куда-то пропал. Ну, пойдем в стандартный снова, откроем терминальчик. И поставим загрузчики операционных систем. Загрузчик меню и группка стомайзер встают нормально. Правда, Каспер встал не той версии, но мы это дело быстренько поменяли. Сменили, значит, язык. Все нормально. Ну, что-то, поставим очень хорошую программу, которая позволяет просматривать видеоролики. Дает очень хорошую информацию по самому видеоролику. Там есть такая специальная опция. И есть у нее еще тоже небольшое предложение. Называется SMTube. Позволяет искать видеоролики на трубе на YouTube. Нажмем Yes. То есть, практически каждый пользователь выбирает тот набор и список программ, которые ему нравятся. Я, допустим, ставлю программу, которую я считаю для себя, так сказать, нужными. Но если вам по каким-то причинам что-то не нужно, ну, так вы и не ставьте. Никто же, как говорится, тут не неволит. Все, значит, поставили, значит, программу. Вот тоже чудненькая программка для смены обоев. Вот мы ее там сейчас тоже поставим. Enter нажмем. Обновим. И вот сюда еще и поставим это самую самую программу. Собственно говоря, Yes. И он тоже должен воспринять. Зорин, потому что это родственники. Программка чудненькая. Позволяет очень хорошо управляться со всяким мусором на компьютере. Очень хороший пылесосик. Так. Ну что. Вроде бы все остальное. Нормальный файл подкачки подсоединен. Даже видно, как он используется. Все самое основное вроде бы как сделано. Вот. Менеджер веб-браузеров от Зорина. Вот это вот новинка. Добавляем юзер. И здесь вам предлагается выбрать веб-браузер, который вы хотите. А мне нравится вот Google Chrome. Мне нравится Google Chrome своими возможностями. На него я сразу ставлю автоматом блокиратор рекламы. И подсоединяю к своим учетным записям. Там у меня он сразу вытягивает все мои, так сказать, любимые там закладочки и так далее. Ну, меня это вполне устраивает. Пишет, что успешно. Ну, коли успешно, давайте посмотрим. Как видите, вот общие-то принципы настройки операционных систем, они, собственно говоря, довольно-таки похожие. Значит, у меня, значит, вот на папочке, вот здесь, в полезных программах, имеется, значит, что? Дропбокс, вот посмотрим, будет ли он, ага, значит, у него нету менеджера дебяновских файлов. Ну, собственно говоря, мы можем сделать и так, а можем пойти во все приложения. Здесь наберем гдеби, установщик пакетов дебяновских. Возьмем его, да и поставим. А что там? Вот, собственно говоря, и все. И тогда, если я попробую открыть его, вот, вот он пусть и поставит нам дропбокс и мега-синг. Установить пакет. Пароль. Ну, пишет, что вот установка закончена. Ну, закончена и прекрасно. Теперь, значит, здесь надо проверять. Ибе же он установит восьмую версию, последнюю, но если нет, тогда поставим седьмую. Это он сейчас нам сообщит. Вот, заводим король. Пакет установлен, пишет. Все, закрываем. Дальше. Дальше. Ставим скайп и тимьювер. Опять-таки, заводим. Скайп. То есть, я ставлю необходимые пакеты, которые у меня уже скачаны недавно. Установщикам дебяновских пакетов они ставятся в лед. Ну, а здесь мы проверим, как они работают. Это тоже несложно. Осталось только еще поставить тимьювер, а дальше будем пробовать. Ну, нормально все пишет. Вроде бы как поставил. Ну, нормально, так нормально. Поставим еще тимьювер. Вот. Установщик дебяновских пакетов. Нажмем установить. Заведем пароль. Поехали. Продолжение следует... 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 Вот с этим пакетом, то есть и синаптик, и центр приложений, вот они рядышком, чтобы были, установка программ, дальше значит, конки менеджер пойдет рядышком вот здесь, текстовый редактор, значит, ну что, рядом с броузером, а это будет вот здесь, и Google Chrome я поставлю вот здесь, поставлю его вот сюда, что у нас еще остается, программа Simple Screen Recorder, ну, вот я еще поместил сюда значок Variety, чтобы она меняла обои, программа великолепная, собирает отовсюду очень красивые обои, я вот сейчас дам, чтобы она меняла там каждую минутку, все это дело, остальное пока оставлю, ладно, ничего страшного такого я не вижу, вот почему значок ее еще и вот здесь оказался, один бог только знает, ну ладно, убежал, ага, загрузилась голубушка, ну а коли загрузилась, ах ты, о какая хитрованка, ну ладно, запустим ее вот таким образом, ну и где она тут у меня прохлаждается, вот и сделать значком запуска, я-то хочу ее видеть вот таким вот образом, друзья мои, вот теперь я этот значочек помещу вот сюда, вот, и теперь с полным правом я его запущу, итак, Зорин девяточка, все тут понятно, пишет, что не требует обновлений, на этом мы еще посмотрим, я ее пока сверну или закрою, теперь наушник куда не убежит, теперь нужно нам поискать менеджер обновлений, посмотреть, так, что у нас тут, сверни о системе, параметры, так, вот, язык системы есть, посмотрим языковые настройки, насколько хороши, вот, смотрите, как всегда, значит, поддержка языков установлена не полностью, ну так и поставим ее полностью, заведем юзер, пароль наш, и пусть полностью все это дело делает, как полагается, так, клавиатура, ну, здесь не то, питание не будем, время по Москве, все нормально, ну, сильно придираться не будем, ладно, пусть применяет языковые изменения, то есть нам нужна хорошая русифицированная версия, вот, наконец-то, вот здесь вот появилась, но только почему-то английская, русская, хотя английскую я уже и убрал, правка, настройки, так, секундочку, обождем, еще вот региональный формат, Российская Федерация, для всей системы, да, да, юзер, юзер, ну, ну, что, значит, все вступит в силу после перезагрузки, значит, чем сейчас займемся, значит, перезагрузим компьютер, ну, и после долгих стараний, вроде бы как, встретиваясь четвертого раза, приложение начинает обновляться, ну, посмотрим, а то несколько раз выскакивало, проверить интернет-соединение, я проверил, Mozilla работает нормально, Google Chrome работает нормально, все, как говорится, подключено, ну, вот, настраивает он сейчас конфигуратор программ необходимой библиотеки, ну, а там дальше будет видно, я скорее всего сделаю сборочку, версии, ну, придется делать самим, ручками, глядя вот на этот мой видеоролик, итак, обновление приложений длилось очень долго, где-то на 15-20, потом попросилось перезагрузиться, я перезагрузился, ну, вот, теперь займемся финальной, скажем, настройкой при помощи Ubuntu Tweak, значит, сразу я пойду в очистку системы, отмечу все необходимое, видите, сколько тут всего, и даже старые ядра есть, отметим все это дело и нажмем на очистить, ну, естественно, возьмем пароль, заведем, и, как говорится, вперед из песни, все необходимое пусть программа уберет, итак, после долгих трудов и стараний система очищена полностью, теперь можем заняться чем? Вот, после перезагрузки, значит, из систембака улетела моя любимая утилитка, систембак, обычно я здесь вот ее держу, ну, посмотрим, перед этим я все-таки перепроверюсь, в артуальную коробочку, значит, ну, пойдем сюда, и наберем вот тут так и напишем, зорим, почему-то она предлагает Oracle, хотя он на основе Ubuntu сделан, не знаю, почему, ну, давайте посмотрим вначале, что получится, так, размер, дадим ему 5 гигов, поднастроим, дадим 2 процессора, мне их 4, дисплей видеопамяти дадим, носители, у нас будет файловая система, Home, вот, SystemBug, ну, и проверим, записался, значит, вполне, как говорится, загружается, ну, теперь самое главное записать его на флешку и проверить, работает ли он с флешки, теперь записываем созданный образ при помощи программы SystemBug на флешку, для тех, кто не знает, как записывать, вот, выделяете здесь, выделяете здесь, нажимаете записать на целевой источник, и запись пошла, что я теперь сделаю, я теперь перезагружусь и проверю, как работает флешка, итак, я нахожусь на флешке, для того, чтобы легче это дело было видно, я сейчас выйду, или выберу, выберу фон потемнее, где-то вот такое, вот, посмотрите, значит, 1,8 гигабайта, флешка, 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 итак, что, значит, можно сейчас сделать, значит, в флешке программа легко ставится на любой раздел жесткого диска, вот, нажимаете на SystemBug, идете к SystemCopy, выбираете раздела жесткого диска, у меня это был 12-й раздел, когда была установлена операционная система ZORIN, но у меня на ней имеются данные с видеороликов, поэтому прежде чем что-либо делать, мне нужно эти данные перенести на другой раздел жесткого диска, ну, например, да, ну, господи, какая разница, вот сюда, так, пойду я в видео, это все не то, а, скорее всего, вот, да, скорее всего, вот эти видеоролики, вот, мне их нужно будет и перенести, скопируем, пойдем сюда, ну, и ставим сюда, вот они копируются, то есть, практически, у меня из ценных данных на этом разделе жесткого диска с ZORIN была только папочка с видеороликами, которые я снял по его настройке, теперь, значит, я спокойненько их перенес на другой раздел жесткого диска, и могу теперь, значит, флешечку эту спокойно прямо поверх этого ZORIN взять и записать, вот, давайте, такой эксперимент произведем, то есть, вот, зашли в System Bug, зашли в System Copy, у меня, значит, двенадцатый раздел жесткого диска, с таким трудом и старанием мы его, значит, настраивали, а теперь вот берем и попробуем, можно ли на него, так, его нужно как-то еще и отмонтировать, так, вот он отсоединить том, этот тоже отсоединим, закроем System Bug, снова зайдем, System Copy, так, отмонтировано все, теперь пойдем, вот, на двенадцатый раздел, выбираем точку монтировки, файловую систему, нажимаем на зелененькую стрелочку, нажимаем на Next, 19, 18, вперед из песни, здесь, значит, я в стандартных программах посмотрю, ну, текстовый редактор, помещу куда-нибудь сюда, ну, и напишу 19, 18, Wür miry, 18, 18, 0, 20, 22, 22, 23, 22, 24, 22, но звук вроде бы громкий, нормальный ладно ну пока тормознем то есть я вам практически показал установку официального образа Зорина на жесткий диск установку и настройку программ на жестком диске создание изообраза настройной системы затем мы этот образ записали на флешку и вот сейчас флешки я прямо поверх установленной операционной системы записываю вот данный, скажем так изообраз то есть практически этот видеоролик мы полны и вам руководство скажем так по установке Зорина его настройки и так далее вы можете у меня в складовочке на mail.ru скачать уже готовую сборочку Зорина, чтобы как говорится избавиться от лишних как говорится хлопот там по настройке и так далее потому что дело это довольно таки хлопотное но операционная система сама по себе неплохая о чем вам и говорю вот мне нравятся вязкие окна значит тут я подключил маленькая скажем так шут но тем не менее как говорится многим нравится значит ну что установка заканчивается 4 минуты 5 минут где-то ну 5-6 минут скорее всего вот займет установка полностью настроенной сборки со всеми значит программами там со всеми настройками вычищенная Ubuntu и Twig от всякого мусора абсолютно скажем ну нормальная сборочка так что вот теперь будем стартовать жесткого диска это легко проверить вот смотрите мне на флешке нахожусь общий размер значит образа там 1,9 гигабайта хотя там писалось 2,4 но тут уже есть небольшие разночтения не столь важно значит ну ждем особенностью сборки явилось то что вот на эту верхнюю панель узорина ничего мне поставить не удалось здесь очевидно отражается просто запущенные программы я бы хотел допустим вот здесь вот видеть вместо значка допустим Firefox значок Google Chrome но для меня это не столь критично потому что существует вот такая вот великолепная программа панелька как AeroDoc на которую можно как говорится нацеплять любые ваши программы которые вы часто используете и использовать их как говорится по своему усмотрению вот принцип опять-таки для всех один если вам какая-то программа не нравится пошли в менеджер программ нашли ваше приложение и через него просто взяли его и удалили просто дешево и сердито любую программу через центр приложения можно как говорится удалить завели ее название вот посмотрели там любое ну калькулятор там или текстовый редактор там или что угодно спечатали его нашли зашли на него нажали удалить удалили вот и все и так я жду пусть 24 минуты 4,4 8 минут заняла установка зорина на жесткий диск ну и последний этап опять-таки проверка итак я стартовал с жесткого диска ну там выскочила окошечко небольшое там была системная какая-то проблемка я отменил о ней рапорт работает все нормально программа грузится хорошо сейчас я сделаю окончательную шлифовку и выложу эту сборочку вам для апробации значит на кладовочку на мейлру обязательно отпишитесь как она у вас встала как она работает и так далее какие были замечены недостатки и прочее вот практически и все по зорину ну вот еще один нюанс удалось установить в процессе значит установки виртуальной коробочки то что через менеджер приложений она устанавливается но с изъяном начинает выскакивать разные сообщения а вот через менеджер пакетов синаптик я ее ставил значит здесь вот есть вот такой вот нюанс вот я оставил ее ставил виртуалбокс ДКМС ставил гостевые приложения и ДКМС ну и гостевые вот утилиты то есть если вот я сейчас вот сгруппирую все то что поставил вот посмотрите что нужно вам поставить для того чтобы у вас виртуальная коробочка работала корректно значит вот такой вот маленький нюанс а так в принципе настраивается хорошо работает нормально памяти кушает немного ну вот 20 отнять 15-5% получается на центральный процессор и от 20 отнять но 7-13% на оперативку очень приличное и экономное использование системных ресурсов так что вот я желаю всяческих успехов удачи поздравляю с наступающим новым годом можете потестировать мою сборочку посмотреть если она вам понравится ради бога запишите на флешку она из флешки работает хорошо понравится можете установить на жесткий диск все желаю вам всего наилучшего до новых встреч